Дорогие соотечественники, здравствуйте! Я хочу вам сказать, что как-то в последнее время часто приходится задумываться над тем, а что же в мире происходит. А в мире происходят страшные вещи. Мы видим повсюду. Мы видим повсюду, как страдают люди. Мы видим повсюду, как тормозятся экономики, как люди разбегаются по свету. Смертоубийства, массовые бомбежки, да и многое еще другого. И вот что-то вспоминается такой мудрец, философ, Эммануил Кант. Кант однажды сказал, две вещи больше всего меня изумляют. Это звездное небо над головой и моральный закон внутри нас. Но звезды бывают разными. Есть такие звезды под названием черные дыры. Вот я в последнее время завершаю одну работу по тем самым черным дырам, из которой у меня получается, что так называемая темная энергия космоса имеет свое происхождение именно при столкновении этих небесных монстров. А с другой стороны, мне подумалось, а не существует ли, вот по канту следуя, эти черные дыры в сердцах людей? Не это ли является объяснением той мерзости, тем смертоубийством и тому горю, который одни люди приносят другим? Вспоминаются погромы, вспоминается Холокост, вспоминаются три народа, которые больше всего пострадали, если брать процентном отношении во время Второй мировой войны. Я имею в виду цыган, евреев и белорусов. Я учился в Минске, часто бывал в окрестностях. Я хорошо знаю, о чем говорю. Каждый четвертый белорус или небелорусский были убиты во время Второй мировой войны. Людей сгоняли в сараи, как скот, с детьми, стариками и поджигали. То же самое происходило с цыганами и евреями. И вот я сегодня пригласил в студию человека, который является одним из представителей вот этих трех наиболее пострадавших при этом геноциде народов, Евгения Брик. Женя, здравствуй. Добрый день. Как всегда, все равно тебя видят. Скажи, пожалуйста, вот из опыта твоего народа, скажи, пожалуйста, откуда вот в людях, вроде нормальный немец, нормальный поляк, нормальный украинец, нормальный румын и так далее, и так далее. То есть, прибалты, нормальный человек. Но когда смотришь кадры кинохроники, где твоих соотечественников вот эти нормальные люди забивают битами, сгоняют, сжигают и так далее, возникает такой вопрос. Что происходит с душами людей? Почему вполне нормальные люди вдруг превращаются в скотов? Вот если посмотреть кадры из львовского погрома, то сами немцы, я имею в виду не эсэсовцы, а там вступили в город обычные ребята из вермахта, то есть серые шинели, солдаты. Они были в ужасе от того, что местное население, украинское и другое, что они вытворяли с представителями твоего народа. Что происходит? Или возьмем Африку, вот Туци, Хуту, вот эти... Геносит. Там чуть ли не за одну неделю где-то 800 тысяч человек. И причем там стояли представители цивилизованных народов, которые должны, по идее, были этого не допустить. И тем не менее это случилось. Если мы посмотрим на то, что творилось в Югославии... Сегодня, можно сказать, недавно. Что там далеко ходить? Кошмар и ужас. Причем виноваты все. И сербы, и боснийцы, и хорваты, и косовары. Что с людьми происходит? Почему нормальные люди становятся скотами? Что с нами всеми происходит? Что за черные дыры появляются в наших душах? Что это такое? Очень интересный вопрос. Во-первых, ты рассматриваешь то, что называется сегодня геноцидом, массовым уничтожением людей. И в людях... Есть ли это черная энергия в сердце человека? Во-первых, вероятнее всего, не у каждого человека. Да, очень страшные кадры того, что творилось во Львове. Я тебе подарил брошюру, где ты можешь буклетик увидеть, что творилось в наших краях. Фотографии страшные. Это данные по... Да, здесь только могут быть. Я на секунду сейчас покажу нашим соотечественникам. Я бы даже не сказал подарок. Это страшное свидетельство. Это твой труд. И я с признательностью его принимаю. Посмотрите, пожалуйста. Значит, вот эта брошюра... Я хочу показать, значит, это касается нас. Это касается нас, бессарабцев. Это касается нас, жителей Молдавии, всех национальностей. Вот посмотрите, какие страшные кадры. И при чем здесь конкретно указано. Где? Вот речь идет... Вот биль. Женя, не перебивай. Бильцы твои. Не терапись. Вот Дубосары. Вот Кишинев. Вот расстрел в гетто. Мой родной город Бильцы. Потому что это было в свое время еврейским местечком. Эти люди, которые расстреливают. И те люди, которые сдали этих евреев. Вы там выследили и так далее. Значит, наши соотечественники. Обычно принято это как-то опускать. Ну, вот там только румынские оккупанты, которые, кстати, в той Молдове за прутом в Ясах только в один день, в 41-м году, там несколько десятков тысяч человек было уничтожено. Все мы знаем вот это указание Антонеску 41-го года о том, чтобы покончить. Он хотел покончить сразу и под шумок, как говорят, и с цыганами, и евреями, и с турками. Но так как турки были союзниками Германии, этот вопрос отошел в сторону. Но зато и цыганам, и евреям очень досталось. И мы привыкли, что только там. Но общая цифра 300 тысяч относится и к Запрусской, в Молдове, и к Трансильвании. Но Трансильвания в то время, она была в составе, временно ее передали Австро-Венгрии. Это особый разговор. Ну и, конечно, в той части Алтене, Мунтене, Вадибухарест. Плюс Бессарабия, плюс, не забываем, Транснистрия. И Одесса, где тоже стояли румынские оккупационные войска. Вот. Ну, я еще раз подчеркиваю, что и выслеживали, и сдавали, и грабили очень многие обычные граждане, обычные наши соотечественники. Вот что страшно. И то же самое было и на Украине, и в Польше, и в Прибалтике, и где угодно. То есть, еще раз, меня интересует сейчас вопрос, что происходит с нами, какие вот эти силы в людях вдруг, что когда не с того, не сего, казалось бы, хуту начинают там чуть ли не миллион туци, забивали сапами, мачете и так далее, что в других странах, повально. Или в последнее время Средний Восток. Христиане Среднего Востока, значит, вот исламские террористы, экстремисты, там буквально вырезали и друзов, и христиан. То есть, сам Папа Римский попытался защитить этих людей. То есть, еще раз повторяю, что с нами, со всеми происходит. Что за черные дыры порождают вот эту темную энергию массового истребления себе подобных. То есть, идет место, происходит обесчеловечивание людей. Каким образом? Я понимаю это так. Вот я как бы, как со стороны телезрителя. Я понимаю этот процесс так. Что такое обесчеловечивание? А, он не человек. Да если он не человек, да его можно как скотину и так далее. С другой стороны, автоматом происходит обесчеловечивание того, кто так поступает. Он, это он превращается в не человека и в скотину. Окей. Из опыта твоего народа. Ты исследовал массу документов. Ты написал книгу, мы ее показывали. То есть, меня интересует не национальный сейчас вопрос. Не понял. И не этнический. Хотя в истории все конкретно. Меня интересует вообще вот эта проблема обесчеловечивания человека. Проблема черной дыры и темной материи. Хорошо. Очень интересный вопрос. Он очень страшный. Но мы его должны знать. И мы должны его понять. Я попробую об этом рассказать. Ведь смотри, в каждое время, во все времена, если мы рассмотрим историю человечества, наступал момент, когда люди находили врагов и уничтожали их. Здесь людей невозможно сравнить с животными. Животные так не поступают. То есть, человек здесь более страшный, чем живот. Он более страшный. Он становится не просто скотиной. Он становится неуправляемым механизмом смерти, где убийство, издевательство над людьми приносит радость. И очень много таких историй было связано. И, кстати, и богатство, грабежи. Богатство, грабежи. Грабежи, за денег тоже, батенька. Я не отрицаю этот факт. Под шумом. Но просто, если мы будем говорить об истории именно человечества, об истории еврейского народа, об истории многих других народов, то наступал некий момент, когда вдруг люди получали возможность сделать все, то, что они хотят, и в них просыпалась эта жестокость, и вдруг соседи становились убийцами, и вдруг соседи становились грабителями и прочими. Я очень хотел, я тебя просил, и еще раз обращаюсь к тебе с этой просьбой, института Иудаики, при поддержке Голландского фонда, сумел сделать пять маленьких роликов. Именно о геноциде, именно о Холокосте. Два ролика, которые... Они есть в Ютубе. Это открытая информация для всех. Они показывают, что происходило в Кишиневе. Два ролика. Два ролика расскажут... Хорошо, назови их тогда, чтобы люди могли посмотреть. Ну, можно, во-первых, зайти, есть сайт нашего института. Как он звучит? Адрес какой? Холокауст МД. Я могу написать название. Дайте мне. Холокауст МД. Хорошо. Вот здесь вот это... Именно это слово там? Да, Холокауст. Дорогие соотечественники. Точка МД. Вот после этого страшного слова, Холокост, вот как оно написано, поставьте точку и поставьте МД. И вы выйдете на этот сайт. Почему я говорю о роликах? Потому что смотри, давай возьмем современную молодежь и современных людей, у которых нет времени читать большую книгу из двухсот страниц. И не у всех есть время и даже терпение посмотреть огромный двухчасовой фильм. И мы решили, чтобы как можно больше людей посмотрели то, что происходило, то, что мы уложили каждый ролик в 10 минут, но рассказать. Два ролика человек смотрит, и он видит трагедию, о которой ты спрашиваешь. Как произошло, что было уничтожено еврейский город Кишинев? Это как... Внимание! Это как произошло? А меня интересует мотивация. Да, теперь берем мотивацию. Тебе берем мотивацию. Что движет? Ведь люди тоже были разные. Я всегда говорил, был тот, который не стрелял. Были соседи, которые выдавали... Внимание! Остановимся на секунду на этой фразе. И были соседи, которые убивали. Остановимся на этой фразе. Ты произнес ключевую фразу. Высоцкий, помнишь? Высоцкий. Но был один, который... О чем говорит Высоцкий? Он говорит, что он обязан, ну, по тексту этой песни, тем, что он остался жив, что нашелся кто-то в расстрельной команде, кто не выстрелил. Так вот, я сразу же хочу спросить, а были ли... То есть мы говорим о фактах, мы говорим о роликах, мы говорим о многом. А были ли люди, которые, вот как тот был один, которые вопреки общей истерии, вот этому общему потоку, которые не только оставались людьми, но и которые отказывались принимать участие в этом и тем самым спасали людей? Были те, которые не стреляли, были те, которые спасали, отказывались, насколько отказывались или помогали точечно, это сложный вопрос. Это быстрее вопрос к психиатру, а не к историку или исследователю. Какой процент людей склонен к садизму? Какой процент людей имеет от этого удовольствие? И когда выдаются приказы, как давал Адольф Гитлер или Антонеску, убиваете, стреляете с пулеметов, топите в море, сжигаете, кто-то делает, кто-то нет. И вот фотография родного тебе города Бельцы, человек в белом костюме, которого не расстреляли. И человек, который его спас, я не знаю, как человек, который его спас, относился к другим. Но помня, что тот сделал что-то доброе к нему, он вытащил из этой группы людей. Кем он был по профессии, этот человек в белом? Он был руководителем гетто, он был бизнесмен, он был богатый человек. А по профессии он был кем? Я не помню. Он был бизнесмен, специальность его или подробную биографию. Хотя он был жив еще недавно, он был известный человек, он занимался бизнесом, занимался благотворительностью, имел много друзей. Рядом с ним стоят тоже бизнесмены. Но именно его сумели вытащить из этой огромной группы людей, и он пережил войну. То есть, скажем так, нашлись люди... Нашелся один человек, причем человек... Один, который его спас. Который его спас. Который не был евреем, естественно. Он был жандармом. То есть, его спас? Он был офицером этой расстрельной команды. Но одного человека он спас. Почему он спас? И смотри, если мы... Хотя остальных расстреляли. Остальных расстреляли безжалостно, не задумывалось, что он его спас. Значит, был какой-то материальный, может, интерес? Ты знаешь, материального интереса не было. Расстреливали богатых, расстреливали бедных. Богатые пытались откупиться. Не всегда это помогало. Но всегда были случаи, когда человека спасали. Я рассказывал случаи своей семьи в прошлый раз. Когда спасли мальчишку, еврея в лагере. Немецкий офицер, еще раз немецкий солдат. Немка, в который он влюбился. И такое мы можем прочитать просто простые истории. То есть, мы еще раз подчеркиваем. Дело не в этничеством. Дело в чем-то, что в человеке. Что глубже гораздо. Где черная энергия может быть или большая. И тогда она выплескивается. Но есть и светлая энергия. Интересно. В черных дырах есть светлая энергия? Ты специалист. Обязательно. Значит, и в человеке есть. Дело в том, что черные дыры, они сотканы, как ни странно, из фотонов. Просто длина волны такая, что они воспринимаются. Сейчас мы идем в астрономию. Нет, нет, нет. Нет времени. Но в черных дырах есть что-то белое. Я не просто начал передачу с канта. Со звездного неба над головой. И с морального закона внутри нас. И о черных дырах на небесах. И черных дырах в сердцах. Я что хочу показать? Есть звезды яркие, а есть звезды черные. Есть души светлые, есть души черные. Потому что человек, это очень непростое. Вот Достоевского почитай и так далее. Поэтому я хочу, Женя, чтобы тут не вопрос там национальности. Это не вопрос там профессии. Это вопрос человеческой этики. Той самой морали, о которой говорил Кант. Что происходит с нами, когда мы забываем о морали? В политике, в экономике, где-то бы ни было, всегда горе. Смотри, всегда в человеке есть что-то. И один может сделать так, что это остается. Другой нет. И примеров можно брать сколько угодно. Связанные с Холокостом, с погромами. И с современным главным Клименицкого, и с гражданской войной. Окей. Город Кишинев. Губернатор Урусов. Как губернатор в 18-19 году его могли расстрелять. Почитай его биографию. Читал. Кишиневцы, кто-то из бессарабских евреев, спас его от расстрела. Там даже не указана, по-моему, фамилия, кто. Но люди его спасли. Потому что, когда один год, сколько он был, один год с его губернатором, он сумел показать себя как хороший человек. И расстреляли наверняка, может, у людей, которые были в том же самом... То есть, Урусова, бывшего губернатора, в 18-м году спасли. Спасли, да. За его человечность. То есть, в этот один год, когда он был губернатором в Бессарабии. То есть, может быть, если ты хочешь законы какие-то, опять-таки... Я не законы хочу. Закон Ньютона, что сила действия равна силе противодействия. Я хочу логику души понять. Я думаю, что логику души мы никогда не сможем понять. А если поймем, то мы можем здесь праздновать Нобелевскую премию того из нас, кто это понял. Это невозможно понять. Человеки черные-белые. И когда ты смотришь на человека, ты никогда, видимо, не можешь сказать, как он поведет себя в другой ситуации. Один человек, да. А масса? Что с массой? Почему масса звереет? Потому что в этой массе... Один, да, конкретный человек. Один хороший, другой плохой. Ну что вдруг с людьми, с массой происходит? Кому-то хочется пролить кровь. Кому-то, как ты говорил, хочется ограбить. Кому-то хочется сделать на этом карьеру. Кому-то что-то еще. Это все в этой массе есть. Массу можно повезти. Массу можно завести. Это тоже талант. Отрицательный талант. Но талант. И мы видим толпу, которая делает то, что она не может понять. Возьми тот же фотографии погрома 903 года в Кишиневе. Или фотографии каких-то расстрелов, ужасов и прочих. Кто-то убивался спокойной душой, делая на этом карьеру. Кто-то переживал или пил, испивался и погибал, потому что он делал то, что не может сделать человек. Психика не выдерживала. Психика не выдерживала. Но он сказал, слава богу, что не выдерживала, потому что человек недостоин был жить. Кто-то делал что-то еще. Это очень сложно. А вот когда дается свобода плохого действия, то видимо... Мало того, побуждают к нему. И смотри, любые, когда происходили действия. Во время всей истории, ну не человечества. Мы возьмем последние 300-400 лет. Мы везде встречаем, что какая-то масса делает одно, а кто-то из этой массы отличается и пытается спасти. Пытается спасти от расстрелов, пытается спасти от того, что заложники, пытается спасти во время погрома и прочее, прочее. Масса, видимо, все-таки управляема. Опять, я не психоаналитик. Но я знаю, что есть возможности, и людей обучали, как говорить с массой, чтобы ее управлять. Сказайте этот фас и натравите, доказайте. Причем, обратите внимание, массой легко управляют. Вот был такой Либон, знаменитый социопсихолог еще в начале 20 века. Между прочим, его с карандашиком в руках и Владимир Ильич изучал. Его изучал не только Гитлер, Муссолини. И что интересно, и Рузвельт, и Черчилль тоже. Черчилль я не знал, что это было. Да, все властители того времени, все изучали труды Либона. Что открыл Либон? Либон открыл то, что потом Бехтерев, знаменитый тоже социопсихолог, то, что вот он называл психическим заражением. В данном случае идеологическим заражением. Как получается, что вот каждый человек сам по себе нормальный, вполне благопристойный, порядочный человек. А собираясь в толпу, начинает... Вот посмотри, Майданы, сейчас желтые жилеты, эти витрины разбивают, автомобили жгут, переворачивают все. Понятно, что среди них есть экстремисты, есть там подсадные уточки и все такое. Но все-таки масса очень часто переходит границу. Майдан в Киеве, вспомни, горящая вся эта площадь. И потом проходит какое-то время, и люди разочаровываются в том, что они сделали. И потом вот эта знаменитая русская. Ты что, Вань, там начудил? Да бес попутал. Даже одного на каком-то суде, то ли один из знаменитых адвокатов Плеваков, или Кони, не помню, оправдали одного мужичка, который что-то там начудил, и он говорит, да граждане судьи, да, говорит, бес попутал. И тут встает, то ли Кони, то ли Плевак, великий, и говорит, простите этому человеку, ибо он согрешил и покаялся. Да. Так что вот так. То есть, что получается? То есть, толпа управляема. Происходит, смотри, ну, чтобы толпа была управляемой, это да, у толпы должна быть какая-то идея. Вот что это за идейки, которые подпидают? Какая идея? Бей, громи, все твое. Нет, нет, тихо, тихо, Женечка, то нельзя так просто. То есть, смотри, получается, бей, громи, это как бы преступление, а ты за великую идею идешь, понимаешь? Так ты же не просто толпа мародеров, убийц и мерзавцев, а мы, так мы с благородным идем, под благородную идею. Вот тут мы приходим к самому, на мой взгляд, главному. Берем современных политиков. Чем вот это натравливание друг на друга, скажем, русскоязычного населения, да, и молдаван? Или там те, кто себя румынами считают, там, как они говорят, я коруша и ешь, я ты румыра. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что сначала вот этот народ, которому тяжело, плохо, у которого не самое счастливое время, у которого уезжают родственники за границу, дети и так далее. И вот вдруг в этом массовом недовольстве появляется какой-то мерзавец. А ну-ка, давай-ка вспомним конкретно. Один человечек все вот занимался этими вещами, и потом, когда ему сказали Иуда, еще раз, я специально не называю, хотя он себя понимает, о ком говорит. Вот, я говорю, ребята, вы его называете Иудой, а убеден вас натравливал. И он потом довел вас и страну, и его родственнички до этого состояния. Но вы три раза за него голосовали. Он вам рассказывал о высоких красивых идеях, а делал свое грязное дело. Вот тут ответственность политика перед своим народом, перед своим избирателем. Что ты об этом думаешь? Посмотри нацистскую Германию, вспомни, что там было. Тоже появился какой-то... Ну, смотри, Адоль Гитлер, да. Да, слушай. Появился некий человечек, которому потом все кричали «Хайл Гитлер», да? И что сказал этот человечек? Все наши проблемы очень просто и ясно. Кто виноват? Евреи в том всем, что войну проиграли, что все на свете. Вот тут-то и началось. И вот эта нищая, опозоренная, мучимая масса немцев, добропорядочных во многом людей, нормальных людей, во что превратили их вот эти несколько лет вот этой вот пропаганды. Причем это идеологическая пропаганда. Смотри, каждый политик должен обещать, потому что если политик... Это понятно. А ответственность моральная должна быть или нет? Да, конечно. Потому что если человек скажет, что, ребята, будет очень сложно, такие сложные 10 лет предстоят, не представляете себе. Кто за него проголосует? Никто. Адоль Гитлер показал, что надо обещать. Он обещал всем. Рабочим будет работа, будет техника, будет крестьянам, будет земля, я вам дам землю, дам этих рабов, которые придут из славянских стран. Потому что 30-40% славян, которых планировали оставить, их планировали как рабов. Это не я придумал. Называется, читайте Mein Kampf, читайте, как Гитлер разделял, сколько с каждой национальностью должно быть. К промышленникам он тоже говорил, у вас будут миллионы, все деньги я вам верну с огромными процентами. А бизнесменам говорят, я уберу ваших этих еврейских конкурентов. Да, все еврейские конкуренты, я вам дам их деньги. И опять-таки, еврейский вопрос с Гитлером, это была первая часть программы. Потому что жертвами Холокоста успели стать очень многие группы людей, включая миллионы военнопленных. Потому что что произошло с русскими и славянскими военнопленными в 41-м году? Не знали, что с ними делать? Их просто убили, как это страшно не звучит. Заморили голодом, расстреливали. То есть бойцов Красной Армии, всех национальностей, невзирая русский, узбек или кто. В 41-м году погибло более миллиона военнопленных от голода, от издевательств, от расстрелов. То есть они погибли не от бомбы, не от пули, они погибли в лагерях? Да. Цифра, насколько я помню, больше миллиона. Потом уже немцы поняли, да. Вот тебе Холокост другого сорта. Да, это сказано. Я же всегда говорил, Холокост большой буквы. Это 6 миллионов уничтоженных евреев. Холокост маленькой буквы, обобщающее понятие, куда входят и миллионы военнопленных, и сотни тысяч цыган. И многие-многие другие категории людей. Там многие религиозные группы, то другое третье. То есть это было рассчитано совершенно на другое. И существуют таблицы, которые не открываются. Маленький вопрос. А не заразительно ли эта штука? Ведь бандеровцы на Западной Украине около 100-120 тысяч поляков поубивали. Причем жесточайшим образом. Посмотри, что в Венгрии творилось, в соседней Румынии, да и у нас. Не заразительно ли это, как Бехтерев говорил? Помнишь Бехтерев? Да. Жень всегда дослуживает, что я говорю. Я математик, я задаю точные вопросы. Я знаю, я помню. Я в данном случае не лирик. Смотри. Во-первых, это заразительно. А во-вторых, нельзя считать, что это какой-то точечный вопрос. Вот мы убили всех одних и все. Это процесс, который идет. Поэтому получилось, когда бандеровцы уничтожили практически все еврейское население Украины, они принялись за поляков. То есть поляки были вторыми? Были следующими. Если бы, не дай бог, немцам удалось. И поляки, которые издавали евреев, от них же пострадали, как в знаменитом польском романе великого польского классика «Страстная неделя», где поляки издают вот эту девушку еврею, а потом сами попадают в концлагерь. Они не понимали, что они будут вторыми. Так об этом много есть высказываний, что я не знал, что я следующий. Ведь то же самое было бы и с Германией. Если, не дай бог, они бы уничтожили всех евреев Европы, было бы не 6 миллионов, а как они хотели, от 10 и выше, то следующие были на очереди, потому что оставить надо было 40% славян. Кстати, многих союзников тоже. Значит, 60% славян планировалось уничтожить. Да, это написано. Кстати говоря, спланировалось состоять 50 или 60% румын, которые были союзниками. Существует немцы разбили все народы и все нации на 5 групп. Другие группы этого не знали и делали, потому что в Венгрии считали, что останутся в Венгрии, всех остальных они выкинут. В Румынии тот же Антонеску выдвинул теорию пурификации, очищения. Этическая зачистка. Да. Где в первую очередь был удар нанесен по евреям, потом выслали цыган, но не всех, а только кочевников. Но все равно это десятки тысяч убитых людей. После этого вопрос коснулся украинцев. 3 тысячи украинцев выслали в Крым. Около 20 тысяч было арестовано на юге Молдовы. Это выслали кто? Румыны? Румыны, да. Румыны и украинцев выслали в Крым. Да, в Крым. Ирония судьбы. Но после этого советская армия разграбила румыны. Эти 3 тысячи человек. Были спасены. Они были ограблены, но не погибли. Но они были спасены. Да, они были спасены. Но это был третий этап. А дальше это написано во многих книгах. Ну, что готовятся четвертые, пятые и прочие этапы. То есть, наоборот, болгар хотели отдать болгарам. Поменяться. Венгрии, вероятнее всего, из Трансильвании, опять-таки, тоже как-то поменятся. Но все народы, не зная, что хотели делать со славянами, куда их деть. Ну, если ты сказал, что остаться должно было... Только румыны. Пурификация. Стой. Женя, не торопись. Дело в том, что то, о чем ты сейчас говоришь, ты говоришь, ну, это все известно, это написано, это тебе известно. А простой человек, особенно молодежь, ничего об этом не знают. Поэтому я со стороны телезрителей задаю тебе, как знатоку этого вопроса, как мало кто в нем понимает, так как ты в этой стране, я тебе задаю этот вопрос. Значит, ты говоришь, что планировалось оставить только 40% славян. Это немцами. Значит, понятно, не немцами, а фашистами. Потому что это не немцы. Немецко-фашистская Германия, которая исходила из того, что остаются в живых только арийцы, куда относились немцы, шведы, датчане, норвежцы, по-моему, эстонцы. И англичане еще, они считали их за саксон. А разве не 70% англичан? Я не помню. Не-не-не-не. Там каждая нация, у них была огромная таблица. Дело в том, что саксонский двор, он же властвует до сих пор в Англии. Да, саксонцы немцы тоже. Почему вот с Англией еще так более-менее? Потому что он все-таки считал, что они тоже арийская раса, как и они, и соответственно, одумаются и как бы примкнут к этому движению. Так еще раз, значит, в программе национал-социализма, который сейчас поднимает голову во всей Европе, посмотри, что творится в Прибалтике, в Германии начинает пониматься, во Франции, в других странах, вот это движение национал-социализма, оно начинает опять, история ничему не научила. Поэтому я хочу, чтобы наши телезрители от тебя получили эту информацию, что ждет людей, которые или толерантны к этой идеологии, или которые ее берут на вооружение. Значит, еще раз, 40% славян только предполагалось оставить, 60% под нож, или там вот так. Да, дальше еще раз перечислили. Это страшные числа, я хочу, чтобы люди и знали. Смотри, эти цифры были разбиты на 5 расовых групп. В 5 расовых групп рассматривалось, где останется около 100%, кого мы перечислили. Все славянские народы 30-40% должно было остаться. И все остальные, те же французы, румыны, венгры, в том числе союзники, на тот момент союзники Германии, и должно было остаться от 50 до 65%. Насколько я помню, литовцев, по-моему, хотели оставить только 50-60%. Вспомню, литовские части, которые помогали Германии, латышей, кажется, 70-80%. Эстонцев почти 100%. То есть это было расписано как бы на то будущее, если фашизм бы, не дай бог, национал-социализм победил бы. То есть идея тысячелетнего рейха планировалась на этом. Смотри, я на некоторых лекциях даже рассказывал, не дай бог, представим себе, не дай бог, немцы победили. Германия победила. Были бы огромные... Женя, еще раз, мы не говорим о немцах. Мы говорим... Хорошо. Женя, внимательно. Третий рейх победил бы. Будь корректен. Мы говорим о фашистах, мы говорим о национал-социализме. Что он немец, что он бандеровец, что он эстонец, латыш, молдаванин, румын, русские нацисты и так далее. Я понял. Мы говорим об идеологии, вот этой темной материи, идеологии, она возрождается опять. И люди об этом не знают. Но есть еще второй этап. Мы просто не говорим о нем, что черная материя наверняка еще начинает потом пожирать сама себя. Потому что в ту секунду, как закончилось бы так, как планировали бы, было бы совершенно другое поведение с бывшими союзниками. Потому что бывшие союзники стали бы опять новыми жертвами. И поэтому бандеровцы, когда устроили жуткий, дикий погром во Львове, о котором ты упомянул, когда были убиты евреи и поляки, были убиты все врачи, учителя, ученые, евреи и поляки. Первая резня, которая была. Фотографии, которые ты видишь, которые ужаснули сами немцы. Им не разрешили провозгласить тут же и Украинскую республику. Незалежную. Незалежную. Два варианта названий было. Вначале это было просто не время. А потом бы им не дали. Потому что Мавр сделал свое дело, и Мавр должен умереть. И те, которые иногда сегодня говорят о неонацизме, какие хорошие были эсэсовцы, какие прекрасные немецкие танки, крепкие ребята и так далее. Они не понимают, что если бы... И парады вот этих бывших в АФНСС в Риге. Они не понимают, что следующей жертвой после того, как было... Были бы они. Не все, но 30-40%. Это немало. Что это процесс, который бы продолжался. Что значит немало? Жизнь одного человека это много. Жизнь одного человека это... Фантастические цифры. Вопрос шел о огромном количестве миллионов человек. Именно миллионов. Десятки. И смотри, когда Вторая мировая война, жертвой стало сегодня, считают, более 60 миллионов человек. Это и на востоке, и на западе. Да, а сколько мы не знаем. А сколько не вошло в статистику погибших детей. Я встречал такую информацию, что дети до 5 лет, которые умирали как бы своей смертью, но от голода, от болезни, не попали в статистику. Это миллионы человек, миллионы детских жизней, которые не стали взрослыми. Мы до сих пор чувствуем, когда каждые 20 лет меньше студентов поступает, меньше школьников. Мы до сих пор чувствуем эту гибель, которая произошла в годы Второй мировой войны. Вот, прошло почти 80 лет, 75 лет прошло. И что? Мы до сих пор чувствуем, что произошло, эту катастрофу, которая была. А что могло бы произойти, если была бы очистка? Вначале каждая страна сделала бы очистку у себя. За очистку. За очистку. Румыния, пурификацию. Венгрия, Венгрия для Венгров. Были приняты три закона, такие Венгрии. Могут люди посмотреть, опять-таки были. Виши тоже мечтал для Франции много и так далее. Ну, так Франция, подожди, кстати. Наша образованная, наша гуманная Франция. Кто сдавал евреев в эти немецкие концлагеря? Ну, французы половина на половину. Смотри, я просто могу сказать, что в моей семье сестры моего дедушки вышли замуж за французов, и они все сохранили им жизнь. Потому что там в паспорте не было графы национальности. А там никогда не было графы национальности. Они приехали из Румынии. Французские граждане из Румынии. Значит, те эшелоны, которые шли из Франции, значит, их кто-то сдавал из местных? Интересный вопрос. Смотри, Франция, каждая страна... Интересного тут ничего нет. Нет, интересный, но страшный вопрос. Дело в том, что Петен был особой сволочью. Ты простят меня француз. Ты имеешь в виду маршала Петена, который руководил Францией во времена оккупации? Который составил списки французских евреев до того, как Гитлер об этом попросил. И когда он составил списки, он задал еще вопрос. А почему караимов я не ставлю в эти списки? Они же тоже иудаизм проповедуют. Он спросил Гитлера, почему их вам не посылать? Потому что караимов немцы не трогали. Маленькая группа, 10 тысяч человек во всем мире, они не трогали, так как они считали их тюрками, которые исповедуют иудаизм. Неважно. И маршал Петен был готов к этому вопросу. Французы, они всегда против. И когда начали отдавать немцам, многие отдавали, но очень многие спасали. Мы же и говорили, что есть светлое начало в людях и есть темное. Французов обычно какое-то начало против. Я думаю, что если бы правительство велело спасать всех евреев, они бы их выдавали. Ну смотри, со времен, называется революция 93-го года, со времен Парижской коммуны, и французы часто делают наоборот. Мне кажется, что эти события там очень быстро закончатся. К чести французов они очень много спасали. Я не просто французов. К чести любого народа. Возьмем того же Валенберга, который спасал. Возьмем список Шиндлера, немец спасал. То есть везде в каждом народе есть ублюдки и мерзавцы, а есть и свои святые, свои герои, свои гении. Так вот, я думаю, что мы вынуждены сейчас заканчивать эту передачу. Жень, мы с тобой не в последний раз. Надеюсь. Так вот, смотри, я хотел бы, чтобы мы ее завершили в таком ключе, что во многом за то, что творится в мире, ответственны идеологи и политики. И что любой народ, это не национальная прерогатива, это не расовая, не этническая, никакая. Любой народ, который подпадает под влияние бесчеловечной идеологии, который попадает под влияние вот этих бесчестных и мерзких тварей, по-другому их назвать нельзя, значит, любой народ рано или поздно получит по закону бумеранга назад, как говорят, грабили. Ты же сам говорила. По закону Ньютона, сила действия равна силе противодействия. Ну что, на вот этом небесном, на этом небесном третьем законе Ньютона, мы и закончим, дорогие соотечественники, нашу вот эту, очень, на мой взгляд, непростую, но необычайно важную тему. Антифашист Юлий Усфочек, поданиваясь репортаж с петлей на шее, уходя от нас, говорил, люди, я любил вас, будьте бдительны. Вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова